После того, как я призвал Генпрокуратуру Армении и СМБ Армении отреагировать на публичные призывы граждан Российской Федерации армянского происхождения, казнить пемьер-министра Пашиняна и возбудить уголовное дело за призывы к совершению террористического акта, Арам Габрелянов внезапно закрыл свой телеграм-канал Карамба. Но у нас все скрины габреляновские сохранены. Полагаю, деяния Габрелянова также задокументированы службой национальной безопасности Армении. Как передает канал 13, об этом российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко написал в своем телеграм-канале. Он также отметил, что правоохранительные органы Армении должны незамедлительно возбудить уголовное дело против Арама Габрелянова, который должен быть арестован органами ФСБ и экстрадирован в Ереван для проведения следственных действий и последующего суда над ним. Ранев в своем интервью информационному порталу Москва-Баку Игорь Караченко отметил, что известные армянские активисты в России открыто в телеграм-каналах призывают к казни Пашиняна. «У меня вызывает удивление, почему служба национальной безопасности Армении на это не реагирует. Все-таки Пашинян – действующий руководитель государства. Угроза в его адрес, в том числе физической расправы – это вообще-то призывы к террористическим актам против действующих главы государства. А что мы видим? Ничего. Никакой реакции ни гемпрокуратура Армении, ни службы национальной безопасности. Если бы силовые структуры Армении хотели, они могли бы обратиться к российским коллегам. Такую экстремистскую реакцию в отношении главы армянского государства нужно подавлять. Безотносительно нравится ли кому-то Пашинян или не нравится. Но такой реакции нет. Почему? Все это очень странно. Угроза физической расправы в адрес глав государств – недопустимая, заявил российский военный эксперт в своем интервью.